Значит, так и напишем, анкета слушателя курса. Анкета соратника курса. Ну опять, первое. Фамилия, псевдоним, фамилия, имя, отчество, псевдоним. Здесь поподробнее. Год рождения, семейное положение. Пишем первый вопрос. Фамилия, имя, отчество, скобка, псевдоним. Год рождения. Семейное положение, состав семьи, образование, специальность. Семейное положение, состав семьи, образование, специальность, должность. Занятие остальных членов семьи. Это тоже очень важно, когда анализируешь, смотришь. Второй вопрос. Вредные привычки, от которых хотите избавиться? Мне очень важно сейчас знать, пришли вы сюда, зачем? Кто-то от алкоголя, кто-то от табака, кто-то вместе, кто-то просто понаблюдать. Может быть, вы считаете, что у вас их нет, этих привычек. Может, какие-то другие привычки. Итак, вредные привычки, от которых хотите избавиться. Вредные привычки ваших близких. Тоже очень важно. Это нет второй. Вредные привычки ваших близких. Может, кто-то вас провоцирует. Чаще всего так и бывает. А бывает же, жена хочет удержать около себя мужа. Нам бутылочку, бутылочку. Потому что сама не рада. У близких это получается семья? Семья, близких, окружение, да. А если одно живешь? Ну, может быть, кто-то близких все равно есть. А не отдельно? Ну, отдельно. Все равно же у них тоже есть. Вы же с ними общаетесь. А вы придете, а они там опять бухают. Тоже, так сказать, как бы окружение. Ну, бывают, бывают случаи. Так и напишите. Нет, так нет. На нет и суда нет. Третий вопрос. Сколько лет курите? Суточная норма. Месячные затраты на табак. Число попыток бросить курить. Все подробно надо вспомнить. Четвертый. Лечебные учреждения, в которых состояли на учете. Пятый. Возраст начала потребления спиртного. Как относились к этому тогда и теперь? Ваши отношения к пьющим. Сначала. Начинаю их жалеть. А я говорю, ну, им легче стало от того, что их пожалели. Надо помогать им. А как? Ты сам сначала, а потом помогай. Представляете, вот человек вывихнул плечо. Пришел ко мне в трампу. Я буду говорить, как тебе? Жалко мне тебя. Он уже говорит, ну, я же не могу. Ну, помоги, помоги. А я говорю, как мне тебе жалко. Чего жалеть? Я хирург. Иногда приходится делать больно для того, чтобы... Ну, я говорю, я ж не молю таскуратов. Хащикан и локаин. Наркозу-то дадите. Я говорю, сейчас. Сестра, неси кувалду. Ну, это... Некоторые, они когда пьяные, я вот говорю, с ними такие казусы происходят. На операционном столе он лежит. Я вот так, внимание, сейчас укол. Даже предупреждаешь. Он, ой, я говорю, что такое? Делаешь вид, что? Больно. Я говорю, да ты что? Ты живой, что ли, говорю? Он, как? Я говорю, да ты что? Трезвость норма жизни. А пьянство, это норма смерти. Это просто удивительно, что ты еще живой. Начинает головой крутить. Пока на операционном столе лежит, ты его... Начинаешь заползать к нему. И ходит за полигонку. И доходит до того, 10-15 минут проходит. Я говорю, так, дорогой, придется тебе мне сдавать зачет. Зачет. Я тебе дам больничный лист. Через два дня придешь. И мне расскажешь. Вот, а у меня там, значит, листок такой в трампунте. А там у меня все будет, кто? А методи Шичко там. В чем суть метода Шичко? Расскажешь суть метода Шичко. Он приходит через два дня. Или через сестер. А как вот мимо того доктора пройти, чтобы не сдавать ему зачет? Они на полном серьезе это берут. Понимаете, врач это серьезно. За счет будешь сдавать по трезвости. Вот этот алкоголик и начинает размышлять. То есть по-разному пути надо как-то зацеплять и надо использовать. Или я, например, так иногда смотрю, рентгеновский снимок легкий. Ну, от него запах-то стоит. Я говорю, как будто, не знаю, что, куришь что ли? Да, доктор. Да, недолго тебе осталось. А что делать, доктор? Ну как, раз и навсегда прекратить. Ты что? Вы знаете, это очень сильно работает. Работает. Есть такое понятие, ложь во благо, да? Приходится иногда и так приступать. Шестой. Возраст, появление привычки. К алкоголю и табаку. То есть чувствуете, когда начали, теперь, когда у вас привычка сформировалась, возраст появления привычки к алкоголю и табаку. Седьмой. Возраст, появление потребностей к спиртному и табаку. То есть когда вы уже без него не можете. Восьмой. Ваше понимание терминов. Сначала я вам попытаюсь дать, как вы сами понимаете, такие термины, как умеренно пьющий. Ваше понимание терминов. Восьмой вопрос. Ваше понимание терминов. Умеренно пьющий. Пьяница. Алкоголик. Трезвенник. Умеренно пьющий. Пьяница. Алкоголик. Трезвенник. Сухой закон. Как вы понимаете. Девятый. Особенности потребления алкоголя и табака. Особенности потребления алкоголя и табака. Предпочитаемые изделия. Частота. Дозы. Компания. Места. Явки и пароли. Самочувствие до, во время и после потребления. Десятый вопрос. Дозы алкоголя в периоды приобщения. Дозы алкоголя в периоды приобщения. Привыкания. Пьянство. Алкоголизма. Проверьте одиннадцатый вопрос. Периодичность потребления спиртного. Длительности запоев. Восстановление нормального состояния. И до возникновения следующего запоя. Двенадцатый вопрос. Самочувствие во время запоя. Опишите наиболее яркий запой. Это был двенадцатый вопрос. Тринадцатый. Как прерываете запой? Как прерываете запой? Четырнадцатый. Употребление суррогатов. Их название. Синеглазка. Стенолазка. Как только они их не называют. Мерзавчик. Употребление суррогатов. Их название. Дозы. Частота. И причины. Пятнадцатый. Поведение при опьянении. Поведение при опьянении. Двоеточие. На улице, на работе, дома. Шестнадцатый. Самочувствие и поведение при неудовлетворении потребности в спиртном. Не догон, если коротко на жарбуде их. Семнадцатый. Ваше мнение об отрицательных последствиях потребления спиртного. Ваше мнение об отрицательных последствиях потребления спиртного для вас, семьи. Для вас, семьи, родственников и близких. Для вашей работы и общества в целом. Восемнадцатый. Ваше мнение. Провокационный вопрос. Ваше мнение о положительных сторонах потребления алкоголя. Девятнадцатый. Причины самостоятельных попыток отказаться от спиртного и табака. Причины неудач. Двадцатый. Мотивы обращения к нам за помощью. Мотивы обращения к нам за помощью. Мотивы обращения к спиртному и табаку на будущее. Перед сном желательно заполнить, записать правила введения дневника. Дневник ведется строго по форме, в чем сначала указывается порядок свой номер вопроса, затем дается подробный ответ. Вопросы перед вами и лежат. Цифру один поставили и расшифровываете. Только не пишите «да, нет, да, нет». Развернутся мы ответим. Это ни о чем, потому что в голове должно быть записано. Искусство письма, Чехов говорил, это умение писать, искусство сокращать. Здесь все с точностью до наоборот. Чем точнее напишешь, критерий один. Если вы, вот я, допустим, беру, например, говорю, так, давайте посмотрим, разбираем. Вопрос номер три. Все же знают, что не смотрят. Пишут «да, нет, да, нет». Никак не понять. А когда ты зачитываешь этот ответ, ты должен из ответа понять, какой же был вопрос. Вот тест. Правильно ты написал или нет? Убирайте слова «паразиты». Не приставку. Слово «кури» пить не должно существовать. «Отравляться» и конкретно уточняйте. Алкогольным наркотическим ядом, табачным наркотическим ядом. Курить, слово заменяется на слово «отравляться». Табачным наркотическим ядом. Я помню. Вот иногда вы идете по улице. Я помню. Вы же слышали такую фразу. Дай закурить. Вы должны знать четкий ответ. Я, себя и других, табачным наркотическим ядом не отравляю и борюсь за противокурение. Все, автоматом отлетел. Шуботно. Он прям дослушал до конца. Так надо быть готовым. И пока вы вот эти термины не изучите, значит, затяжка – это выстрел. Сигарета – это снаряд. Пачка сигарет – это табачный крематорий. Так. Так будет. Хорошо. Huh. Приконındaki крусовка.